О господи, что это? Мы становимся такими головастиками, прикасаетесь к каким-то необычным поверхностям. Мы много думаем, много размышляем. Меня очень часто спрашивают, как избавиться от лишних мыслей во время занятия любовью, потому что, если вам это знакомо, ставьте, кстати, лайк, и можете в комментариях поделиться. Вот лежите вы такие прекрасные, происходит процесс, вы смотрите на потолок и думаете, о господи, что это за непонятные линии, что там вообще происходит, а что бы мне приготовить, а в чем я завтра пойду на работу, а начальник мой такой-сякой и так далее. То есть лишние мысли, на самом деле, они у огромного количества людей во время процесса происходят. То есть мы становимся такими головастиками, и меня как психолога-сексолога, а я Ольга Штерн, всем привет, часто спрашивают, как от этого избавиться. На самом деле есть такая таблетка, она даже похожа на волшебную, но она требует определенной практики, чтобы она действительно таковой для вас стала. И эта таблетка заключается в умении переключаться на ощущения тела. Так мы устроены, что мы все заточены в основном на голову. Мы много думаем, много размышляем и так далее, и не так заточены телесные ощущения. Что такое телесные ощущения? Это вкус, это слух, это запах, это зрение, ну и, конечно, это наши ощущения кожи, буквально, потому что кожа – это самый большой орган в нашем организме, то есть 5 основных органов чувств есть. Как развивать эту способность из головы переключать свое внимание на тело? На самом деле все очень просто. нужно, в принципе, в обычной жизни переключать осознанно свое внимание на один из органов чувств. И в этом видео хочу поделиться с вами практикой именно на осязание, чтобы вы потихонечку свою чувствительность развивали. Как развивается осознание? Когда вы делаете какие-то необычные прикосновения сами к себе, либо прикасаетесь к каким-то необычным поверхностям, которые вам непривычны, и вы получаете новый опыт и таким образом развиваете свою способность сконцентрироваться на телесных ощущениях. Например, если есть снег за окном, можно, и вы не привыкли это делать, можно выйти, пройтись босиком. Можно взять щетку для волос и попробовать провести ей по коже тело и осознать, как это вообще. Если вы никогда сами себя не когтили, то когтини – это вот эта история, когда вот так вот вы сами к себе прикасаетесь. Если вы сами к себе своими собственными ногтями не прикасались, прикоснитесь. Кисточкой для макияжа, для нанесения румяшек попробуйте поводить по вашей коже. То есть создайте себе такие дни необыкновенных ощущений, нестандартных. Я не знаю, какой у вас опыт именно физический, что вы делали, по каким поверхностям вы ступали, чем вы к себе прикасались, но попробуйте осознанно в течение недели, каждый день делать для себя вот такие необычные эксперименты, делать для себя необычные прикосновения, чтобы и вам было интересно, и вы опять же научились вот это внимание в тело переносить. Если вам интересны другие практики, обязательно пишите в комментариях. Оля, расскажи еще, и я буду знать, что вам эта тема интересна. А если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, где много разных хитростей, то обязательно переходите по ссылочке, там много интересного, полезного, чтобы сделать вашу жизнь оргазмичнее и приятнее. Обнимаю, ваша Ольга Штерн.